Радио Лектории под серебряным дождем Не до шуток Кстати, знаешь про часы 10-10 Это же самое оптимистическое время Всегда на часах, когда их продают Когда очередной бриге хотят продать Туда кладут 10-10 Ну что, темная материя Она Она самая Но вы поняли, что с вас вопрос Вопрос не должен быть сложным Но вопрос не должен быть из серии Что сейчас я зайду в Google или в Яндекс Сделаю копипаст Ирина, я не настаиваю сейчас Но если вы готовы сейчас формулировать Или после середины часа Лучше после середины В 10.35 мы разыграем эти две потрясающие книги Естественно, наука в комиксах Вопросы будут от Ирины С чего начнем? Я не знаю Абсолютное большинство, наверное, даже и не догадывается Что есть темная материя Очень зря, но не догадывается Потому что темная материя Это приблизительно 95% всего Что вообще существует во Вселенной И более того, до недавнего времени Мы вообще ничего про это не знали Мы думали, что вот есть мы, звезды, планеты И отлично Оказалось, что мы такое маленькое дополнение И какая-то темень, которую мы наблюдаем постоянно Не наблюдаем В этом-то и проблема Потому что она и темная материя Потому что ее невозможно наблюдать Она не испускает свет Электромагнитное излучение А взаимодействует она с другими частицами между собой Если она, конечно, существует В чем физики, правда, не сомневаются И с другими частицами она взаимодействует исключительно Гравитационно Есть предположение, что и другими способами Но никак не так, что ее можно увидеть в телескоп В этом-то была основная проблема Что ее не было видно И все думали, что все в порядке И ничего такого нет Но постепенно стало накапливаться Огромное количество улик Что все-таки что-то такое есть То есть вообще поиски темной материи Они похожи на такой детектив Где следователи, это ученые Которые начинают подозревать, что убийца-садовник Ну, в смысле, что темный Он самый, да Но никак не могут его найти Но постепенно, в общем-то Ну вот подожди, я тебя даже прерву, прости Вот скажи Человек живет, живет, живет Там тысячелетия уже живет И он, конечно, вот Поднимая свой взгляд, да Свои глаза на небо Видит вот эту массу темную, черную Вот что? Вот наверняка же задумывался он об этом Что есть? Или это просто темнота? Вот сейчас я и расскажу, что же он видел Человек смотрел на небо И видел там звезды Видел там галактики Смотрел просто так, смотрел Потом в очки Потом достал телескоп И стал смотреть на небо в телескоп И когда люди изобрели телескоп Они уже более-менее чего-то такое знали Про Вселенную Знали про всякие законы Там Кеплера Как что вращается вокруг чего И первое указание Что что-то глобально не так С их картиной мира В 30-е годы еще появилось Был такой швейцарский астроном Фрид Цвики Который 20-го столетия 20-го столетия Да, это все открытие Исключительно касающееся нашего века Прошлого века Прошлого века, да В нашем веке пока не открыли Но я надеюсь, что Ну мы люди из того века Да, поэтому говорим Это наш век Да, он наблюдал за скоплением галактик В созвездии Волоса Вероники Есть такое созвездие Уже телескопы позволяли видеть Скопление галактик Мы уже знали, что мы не одни В этой Вселенной Что есть другие галактики И смотрел он, смотрел на то Как они вращаются Вокруг общего Вокруг общего центра масс И понимал, что не может такого быть Что не могут они вращаться так Как они вращаются И вообще он взял бумажку Посчитал там что-то, пописал Карандашиком И понял, что он вообще не должен видеть Этих скоплений галактик Они должны разлететься Их гравитационного протяжения Ну никак не хватает на то Чтобы оставаться вместе Протер телескоп А они вращаются Посмотрел, а они там Они по-прежнему были там И вращались, и вращались Совершенно не так То есть он первый предположил Что где-то должен быть источник массы Который прячется Который их удерживает вместе Это было первое Такое наблюдение Потом следующее Еще более убедительное Очень схожее наблюдение Уже появилось в 70-е годы Когда еще более совершенные телескопы Астроном американский Это женщина Причем была Вера Рубин Ее звали Она наблюдала Что это ты такой акцент делаешь Ну и что Ну и что Женщина Прости пожалуйста Нам уже написали Наконец-то о космосе И пригласили женщину Поговорить Что ж такое это Гендерный принцип прямо Ну обычно астроном Кто мужчина Который в ночи Смотрит большой-большой телескоп А тут это была женщина Дама наблюдала Примерно то же самое За вращением скоплений галактик И заметила ровно то же самое Что и Цвики Но еще более убедительно Что не могут они вращаться Так как они должны Складывалось ощущение Что Есть такие законы Кеплера Как бы правила движения для планет Как вот в ПДД Для водителей Для планеты Законы Кеплера Хороший аналог Да Которые говорят Ты вращаешься так А иначе нельзя Ай-яй-яй Вселенская полиция А иначе катастрофа Да иначе катастрофа Нет Придется как бы отменить существование Видимо если иначе И вот она смотрит И видит что они Заразы Нарушают эти правила Что По законам Кеплера Чем дальше от центра масс Тем медленнее Ты должен вращаться Она смотрит И видит что Ничего подобного Все вращается Приблизительно С одинаковой скоростью То есть Складывалось ощущение Что есть как будто Такой общий большой диск На котором все это прицеплено Все эти галактики Нанизано Нанизано Засунуто Как-то приклеено К этому диску И он вращается себе С одинаковой скоростью То есть Это уже было Современно сложно Игнорировать Более того Тут и теоретики подоспели Которые большой взрыв изучали Ну я на всякий случай Поясню Что большой взрыв Это основная Космологическая гипотеза Уже это в другое ведомство Мы пока Про научное говорим Большой взрыв Что он постулирует Что сначала Не было ничего Ни времени Ни пространства А потом Пац И в один момент Все появилось Появилось время Пространство Вселенная Сначала она выглядела Святая корова Все появилось Точно Вау Большой взрыв Все разлетелось И продолжает Более того Разлетаться до сих пор Ну теоретики Они чего Они в телескопы не смотрят Они что-то там считают себе И считали Они считали И говорят Ну ребят Ну не может быть Большой взрыв Но никак не получается Но Не хватает массы Не могли образоваться галактики Из ничего Нет Не из ничего Большой взрыв Он бахнул Дай боже Бахнул Царь бомба По сравнению с ним Ничто Бахнул он очень сильно И кинетическая Как бы сила Которая расталкивал Эти галактики Не галактики Еще тогда только частицы При предтече вещества Должна была их разбросать Так далеко сразу Что никакие галактики Даже близко Не могли сформироваться Однако же Если нам не кажется Мы их видим А нам не кажется А нам Сложно утверждать уверенно Мы их видим Мы их видим Эти галактики Телескопы Которые у нас там Телескопы Нам кажется Что нам не кажется Нам кажется Что мы их видим Они не должны А они собрались И в общем Сейчас считается Что Что есть Это самая Темная материя Которую мы не видим Потому она и темная Которая Не взаимодействует С нами Путем электромагнитного Излучения Которая-то И являлась Основной Собственно Массой Вселенной На которую Уже там подналипла Обычная материя Вот подожди Вновь остановись Чтобы было понятно Мы же будем Мы-то дилетанты Это ты профессионал А то что мы видим Эту черноту Это и есть темная материя? Нет То что мы видим Черноту Это не есть Мы не можем Вот Это очень важный момент Сейчас поясню Да Тут надо Как Объяснить Что такое видим Видим Это значит Что свет От чего-то Попадает к нам В глаза И поэтому Мы нечто видим Темную материю Мы видеть Не можем Так как Глаза наши Она не испускает Электромагнитное излучение Которое может зарегистрировать Наш глаз В общем Мы не видим довольно многое Например Мы не видим Рентгеновское излучение Потому что наши глаза Не могут воспринять Ту частоту На которой Испускается Это излучение С темной материи Все еще хуже Она просто Такого излучения Вообще не испускает Она взаимодействует Со всеми нами Считается Что через нас Пролетают Миллиарды И триллионы Частиц темной материи Вимпы Они называются Каждую секунду Только путем Гравитационных взаимодействий То есть Она только притягивается И все То есть Она здесь Да Мы сидим Она здесь Она здесь Темная материя В студии Серебряного дождя Она следит за нами Как большой брат Например Мы смотрим на солнце И видим солнце Которое висит Как бы в пустоте А расчеты показывают Что в окрестностях солнца Примерно столько же массы Сколько само солнце составляет Обалдеть Но мы ее Слушатели не видят А я машу руками Мы не можем ее схватить Но она здесь Вот что такое темная материя И это все просчитывается И это все Да Собственно Она вся просчитывается Потому что Несмотря на все усилия Астрономов Физиков Я потом попозже Наверное Мы коснемся Как ее собственно Ищут Найти ее Пока не удалось Но мы ее видим Очень убедительно По косвенным доказательствам Теоретически Каждое из этих Несоответствий Можно наблюдить Объяснить Какими-то другими теориями Ну что Галактики Вращаются Потому-то Не так Как должны Законы Кеплера Они соблюдаются По другим причинам Но все вместе Чтобы это объяснить Нужна какая-то Одна теория Физики вообще Очень любят Чтобы что-нибудь Объяснялось Каким-нибудь Одним способом Некой одной теории Которая все связывает Воедино Их крайне беспокоит Когда есть Несколько разрозненных Объяснений Например Их вообще Очень беспокоит Современная физика Потому что Две главные теории Физики Квантовая механика И общая теория Относительности Не в малой степени Желают друг с другом Стыковаться Это кстати Тоже через темную материю Точнее через темную энергию Происходит Что она Мешает состыковать Эти две теории То есть подожди Есть темная материя А есть темная энергия Точно Это самое интересное Ух ты Так Ну с чего мы начнем Давайте сначала начнем Про темную материю На самом деле Я обманул читателей Когда сказала Что мы ее не нашли Слушатели и зрители Слушатели и зрители Пишущий журналист Пишущий журналист Все у меня Это уже видимо Генетически Генетически все Да Вот циферки Которые на сегодня Ученые считают Более-менее достоверными Обычное вещество Вот мы все Звезды Планеты Галактики Скопления Галактики Вот все Все что мы видим Составляет всего 5% 5 От всего От всей массы От всей массы Которая есть во вселенной Остальное соответственно Это темная материя Часть из которой Как выяснилось Потом составляет Темная энергия Это вообще страшно Загадочная вещь Мы к ней вернемся Мы сейчас к темной материи Кое-что мы про нее уже знаем Часть темной материи Выяснилась Когда астрофизики Усовершенствовали Свои телескопы Оказалось Что часть темной материи Это например Тусклые Не до звезды Так называемые Коричневые карлики Долгое время же Считалось Что мы вообще Как бы вот есть Солнце Наши планеты А есть ли планеты У других звезд Еще бабушка Надвое сказала Но постепенно Вот на самом деле С 80-х годов 20-го столетия Стали появляться доказательства И сейчас никто не сомневается Что другие планеты есть Но их же не было видно Поэтому все вот планеты И так далее Включили в темную материю Потому что мы их не видели Мы их не могли посчитать Их массу А она есть Конечно не то чтобы очень много Но тем не менее есть Плюс есть тусклые звезды Так называемые коричневые карлики Точнее недозвезды Это гигантские планеты Которые уже гораздо больше Чем планеты Но еще не дотягивают Чтобы стать звездой Такие неудачники В этой гонке Они в общем Не смогли стать звездой В них не начались термоядерные реакции И они поэтому висят себе такие Ни туда ни сюда И ничего особо не испускают Их долгое время не могли увидеть Это тоже все у нас относится К так называемой Барионной темной материи Условно назовем ее Незагадочная темная материя То есть то что мы просто Ну телескопы были слабенькие И не могли увидеть Теперь усовершенствовали Методы расчета телескопа Увидели И туда же Туда же Добавили то за что Дали Нобелевскую премию Тут на днях Нейтрино Те самые нейтрино Которые Долгое время Напомните к нам Что такое нейтрино? Нейтрино те самые Да Те самые нейтрино Это такие загадочные частички Которые Случайно придумал Вольфган Паули Чтобы объяснить парадокс Бета-распада И оказалось Что они существуют Вольфган Паули Их причем придумал Абсолютно безнадежно Так А Их все равно не найдут Я хочу заметить Для наших слушателей Очень часто Можно даже Сказать Как правило Случайность И приводит к тому Что ученые открывают Новую веху И мой вопрос Скорее всего будет Про такую случайность Подожди не подсказывай Не подсказывай Остановись Это в 10.35 Отлично Но это не подсказковало Это не поможет Нет Вольфган Паули Придумал так Ну типа придумаю Надо же как-то объяснить А потом раз Их такие все-таки Такие сначала Обосновали Ферми там Придумал красивую теорию Про них А потом их нашли И долгое время считалось Что у нейтрино Этих загадочных частичек Которые ответственны Ну участвуют В распаде Радиоактивном распаде Вещества Нету массы И все было хорошо И красиво Очень в теории Хорошо сходилось Но потом Вот опять же Случилось Странное Нейтрино Стали пропадать То есть ученые Смотрели на солнце Оттуда должны лететь Нейтрино одного типа А половина по дороге терялась Исчезали Или две трети То есть они смотрят Недостача Куда-то они происходили И это очень Кассовый разрыв Кассовый разрыв Самым настоящим образом Такого быть не может Физики переполошились Такого вещества Не могут Ничего не может Бесследно исчезать И появляться Как еще Ломоносов говорил Что Ежели в одном месте Чего будет То в другом месте Того же самого Прибыть должно Но не прибывало И это очень беспокоило всех И при помощи Огромных Гигантских экспериментов Таки Поняли в чем дело Точнее сначала Предположили Бруно Пантекорво Был такой советско-итальянский физик Который предположил А потом Через несколько десятилетий Это доказали Что нейтрино Переходит в нейтрино Других типов Которые эти детекторы Не могут видеть Это называется Осцилляция нейтрино И за них собственно Нобелевскую премию И дали Какие простые слова Осцилляция Да не будем Переходят И их обнаружили И вот эти самые Но осцилляции Происходят только в том случае Если у нейтрино Есть масса Соответственно Массу эту Посчитали Она ничтожна То есть нет Не посчитали Как раз масса Мы не знаем Мы знаем что она есть Но не знаем какая И не можем понять Но эта масса Вроде бы она маленькая Но этих нейтрино Так же как и темной материи Оказалось до чертовой матери Гораздо больше Чем всего остального Они пролетают через нас Через солнце Их триллионы И вот они так Крошечка по крошечке Капелька по капельке Но дали еще примерно 3% Ирина Да вон он полетел Ловите Ловите Нет Этот крокодильчик Мне кажется розовый Трип еще 3% Но в общем все равно Не хватает А остальные Значит Проценты Десятки процентов Это неизвестно что И вот это самое Неизвестно что Ищут Это мы закончили С незагадочной Темной материи Планеты Тусклые звезды Всякий Газ Который мы не видим Обычными телескопами Несоставшиеся лохи Вот да Неудачники Они кстати все На периферии галактик В общем Неудачники В этой гонке Это незагадочная Темная материя Она известна Ну Мария Нет 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 Я просто хотела уточнить Это мы Неизвестно что ее ищем Вот это вот оно и есть Вот это неизвестно что мы ищем Вот незагадочную Темную материю Вроде разобрались Вроде просто не видели Потому что ну Ну кому не нужны Эти недозвезды В конце концов А вот теперь А теперь самое интересное Та самая загадочная Темная материя Которая непонятно что Предполагается что Она Почему-то у меня Загадочная темная материя Ассоциируется с женщиной Ну Это у меня сейчас Первая ассоциация Даже две Загадочная темная материя И загадочная темная энергия Аушен Да Так Загадочная темная материя И что же эта черная мамба Скажем так А вот тут Если до этого мы Более или менее Оперировали фактами То есть не более-менее А точно Вот даже нобелевскими Медалями могли оперировать То тут мы вступаем В логово Физиков-теоретиков Потому что На практике тоже Изо всех сил пытаются Но пока ничего не нашли Считается, что Темная материя Состоит Должна состоять из частиц Похожих на те частицы Что мы видим вокруг Точнее не видим А из которых состоим Протоны, нейтроны, электроны И так далее Они конечно безусловно Отличаются Потому что они Совершенно по-другому Взаимодействуют Но тем не менее Частицы Называются они Вимпы Это сокращение от английского слова Переводится как Слабо взаимодействующие Массивные частицы Они должны быть очень большие Как предсказывают теоретики Но нифига ни с чем Не взаимодействуют Только гравитационно Большие Ну потому что они дают нам Основную массу Супер-массив Блэк-хоу Они тоже большие Вообще во Вселенной Много всего большого Мы Это как-то Такое исключение В основном Все там большими Оперируют Кусками Эти частицы Должны где-то Летать вокруг нас Мы должны их находить Но мы не находим Ищут разными способами Есть прямой способ То есть напрямую Заставить этот ВИМП Он хоть ни с чем И не взаимодействует Но по теории вероятности Рано или поздно Ежели много напихнуть Массы куда-то В детектор То он должен туда впечататься Проявиться Да Так же как и скале нейтрины Собственно говоря И строят гигантские Огромные детекторы Которые Есть двух видов Одни жидкие Вторые твердые Которые строят Как бы вставят В надежде что Какой-нибудь Зазевавшийся ВИМП Таки туда влетит В атом Один из атомов Из которого Молекулы Из которых состоят детекторы И мы увидим Либо выделение тепла Маленькое-маленькое Либо вспышку света Если это Жидкостной детектор Который окружен Фотоумножителями Которые умножат Эту вспышку света Но пока не получилось Да Пока не получилось Их понастроили Довольно много Они причем Все огромные Дорогостоящие Используют Всякие редкие элементы И обычно Все закопаны Глубоко под землей И периодически Вот в последнее время Что-то не было А вот до этого Прямо несколько лет подряд Хотя бы пару раз в год Говорили Мы нашли нечто Что похоже на Вимп А другие конкуренты Говорили Так-так Мы перепроверили Ничего такого не нашли И увы Увы я Такое хорошее дело Конкуренции Абсолютно Да И причем Тут надо понимать Что ученые Не просто они такие Деньги тратят Просто так Но речь идет О крайне тонких эффектах А вот возникает Иногда такое ощущение Да Иногда Это так оптимистично Спокойно осваивают Осваивают Построили что-то И сидят В кресле смотрят Пока там вспыхнет Не совсем так Речь идет о крайне тонких эффектах Например Эксперимент Ксенон-100 Очень известный эксперимент По поиску частиц темной материи Они как раз Писали о том Что им удалось Найти частицы А потом оказалось Что дело в том Что он использует Соответственно Ксенон Сжиженный Но его невозможно Получить чистым В промышленном ксеноне Всегда есть какие-то Какие-то проценты Изотопа Криптон-85 Которые радиоактивные Они маленькие-маленькие проценты Но всегда есть Потому что их получают Из воздуха И оказалось Что эти самые вспышки Давали вот эти крошечные примеси И теперь ученые Не то Не то Заняты грустным процессом Очистки Вот они сидят И чистят Криптон туда Ксенон туда Криптон туда И очередной миллиард Просят Дайте еще два Мы еще почистим Дайте еще три Еще почистим Юра, сконцентрируйся На великом Сконцентрируйся На результате Ирина Якутенко У нас биолог Научный журналист Выпускающий редактор ТАСС-наука И вопросы От Ирины За которые вы получите Вот эти книги в комиксах Алгебра Да там в комиксах Альгебра и физика Две книги Ну нет Мы договорились Здесь 35 Будет вопросы И там где-то 15 минут У вас будет на ответы Мы сейчас говорим Мы только подошли К теме Заглядочной Темной материи А впереди вас ждет Еще рассказ О темной энергии Что это? Вообще страшно Очень страшно Ирина Якутенко Главная волшебница Сегодняшнего Большого ежедневника Здесь на первом Гуманитарном радио В 10.36 Мы говорим О темном О темном О темной материи О темной энергии И как я уже сказал Волшебница Ирина Якутенко Из будущего И настоящего Коллега Журналист Ирина Якутенко У нас в гостях Ирина Положьте милофон на стол И честно признайтесь Из какого века? Вообще Меня зовут Алиса Я из той самой страны Но сегодня мы в другом фильме Надо сказать Плюс 7903 797 63 33 Но как тема перекликается Вот кстати Тему космоса Почему-то Эдземекис Не рассмотрел В фильме Назад в будущее Так бюджета Не хватило очевидно Космос Он всегда требует бюджета Космос достался Звездным войнам Ты же знаешь Туда ли с бюджета Ухнули Либо на ниточках корабли Вешать Либо без космоса Обходиться Итак Мы остановились На загадочной Темной материи Но прежде чем мы продолжим Внимание Вопрос от Ирины Якутенко И в качестве подарка За правильный ответ Будет аж две книги Естественная наука В комиксах Физика и алгебра От Ларри Гоника Ирина посмотрела Сказала Я сейчас заберу одну книгу Мы не отдадим Мы не отдадим Но вопрос попросим задать Прошу Итак вопрос Несколько дней назад В начале октября Были вручены Нобелевские премии В том числе Нобелевская премия По физике Нобелевскую премию По физике Получили ученые Которые доказали Осцилляции нейтрина Внимание Вопрос Что изначально Искали ученые Которые получили Нобелевскую премию По физике За осцилляцию нейтрина Плюс 7903 797 6333 Отправляя свой ответ Не забудьте его подписать И сообщить нам Контактный телефон И эти две Потрясающие книги Вот действительно Потрясающие Потому что в комиксах Естественные науки Точные науки Это Это классно Это классно Вы врубитесь Даже если в школе У вас была Был трайбан По физике Или по алгебре А вот это вам поможет Все Книги в розыгрыше Продолжаем К темной материи Загадочной К загадочной При загадочной Темной материи И так ищут ее В огромных установках Которые спрятаны Под землей Чтобы туда не попадало Ничего Постороннего Никаких частиц Которые вокруг нас летают Ищут ее и на коллайдерах Например На том же Большом адронном коллайдере Потому что теория предсказывают Вообще Вот сейчас мы все На откуп теоретикам Отдали Мы пока ничего Про нее не знаем И чего они Придумывают Бедные практики Давай Придумывай эксперимент И доказывай Так это или не так В общем теоретики Предполагают Что если как следует Разогнать обычные частицы Да и долбануть их Друг об друга То ничто не мешает Родиться частицам Темной материи Но вот Бозон Хиггса Таким образом Обнаружили На Большом адронном коллайдере Тоже за это Нобелевское премие Уже вручили Частицы темной материи Пока не обнаружили В чем причина Почему никак не могут найти Причина В общем тут Скорее Она техничная Мы предполагаем Надеемся Что мы все понимаем правильно Ученые понимают Правильные причины Чисто техническая Такая же как была с нейтрино В чем проблема С этими частицами Что для того Чтобы они Чтобы их увидеть Они должны очень точно Попасть в мишень То есть не просто там Рядом где-то пролететь А прям вот В случае темной материи Вимп Она прям должна шандарахнуть Точно ватом Вот прям Мочкануть и вот она Вот прям Ну кто в тир ходил Знает что не так-то это просто А тут еще мы говорим А что в тир то И на стрельбищах Там принцип тот же самый Не только по тарелочкам Тарелочка-то она большая Я тебе хочу сказать Не только по тарелочкам Человек твой Покорный слуга Тридцать лет В Якутии прожил А в Якутии По кому стреляют По Ягилю Я тебе за эфиром расскажу Да Окей Окей Ну в общем Попасть надо очень-очень точно А точно попадать Ну Наверное Кроме Юрия Пронькова Может быть Не все умеют По Ягилю бить Поэтому надо накопить Очень много данных Чтобы что-то Какие-то из них Шарашат же Они же не целятся Они просто летят И чтобы они попали Это нужно очень постараться Поэтому нужно Очень-очень-очень Много данных накопить То же самое было И с нейтрино Что пока Не накопили Нужное количество данных Более того Они сначала промазали По энергии Когда искали Они искали просто Не в том конце спектра Потом когда поняли Где надо искать Чуть-чуть сдвинули детекторы И повалило сразу И сразу привалило К ним Нобелевская премия То есть в буквальном смысле Кстати им помогают Отчасти это Исследования в наших Российской обсерватории Баксанской Нейтрины Там тоже искали нейтрины Но они не попали Немножко в энергию И когда стали искать Уже японцы Они уже знали Что мы не попали И они сдвинулись по энергии Так хочется сказать Мазилы 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 Ну теоретикам надо А-та-та-т Уменьшить им рацион Чтобы лучше предсказывали Ягель мелковат Ягель, да Не нажористый оказался Или наоборот Слишком нажористый В общем Они промазали А японцы попали И поэтому Они Мы тоже могли бы попасть Но Ну что теперь скажешь Но это все касается Темной материи Но она кажется Загадочной Непонятной Она составляет Большую часть вселенной Мы ее не видим А она совершенно точно нужна И это приходит доказательство Еще из теории относительности Которую Эйнштейн придумал Потому что Она Устанавливает Некие правила Как должна вести себя Вселенная Расширяться Сжиматься И в частности Какова должна у нее быть Критическая так называемая Плотность Чтобы она Как она будет себя вести Расширяться Или сжиматься Зависит от ее плотности И вот всякие теоретические расчеты Показывают Что плотность Это должна быть Такой Что примерно На кубический метр Пространства Должно быть Пять нуклонов Нуклоны Это нейтроны Например Или протоны Пять Пять Как вы думаете Вот в реальности Она какая Расчетная Мало Пять частиц На кубический метр Ну так в реальности Она гораздо 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 Меньше То есть если мы берем Именно так Если мы берем И просто считаем Среднюю плотность Вселенной Из того что мы видим Мы понимаем Что мы прям вообще Не дотягиваем Мы где-то в 20 раз Отстаем от того Что должно быть Исходя из теоретических Предположений Соответственно Ежели мы добавим Темную материю То все получается Как надо То все сходится И критическая плотность Получается правильная Потому что это мы У нас тут густо с материей А на самом деле Между нами И соседней планетой Есть только пустоты Что если нас там развеять То все равно Атомы считать Придется очень долго Кстати удивительный факт Конечно Это удивительно Вообще Космос состоит из пустоты Это вот Но что есть пустота тогда? Вот тут мы и переходим К темной Как Мари Армас Прямо четко ввела Нас теперь В темную энергию Что есть пустота Да она знала об этом Она знала Да конечно Юрий Я же почитала Физику алгебры В комиксах Поэтому Ну вот Неинтересно Ну ладно Пустота Долгое время считала Что пустота это что? Пустота это отсутствие чего-то И у этого чего-то В пустоте Ничего нету Так Ну то есть Она из себя Ничего не представляет И выяснилось А выяснилось Что совсем не так И что пустота Вакуум космический Если мы в любом месте космоса Зачерпнем То мы скорее всего Поймаем пустоту Мы не в землю Зачерпнем Или в солнце А в пустоту Потому что Ее просто очень много И вот выясняется Что пустота-то Не так проста Что она фактически И не так она пуста Да И не так она пустая Она крайне интересна И вообще говоря Благодаря ей Вселенная выглядит Так как она выглядит Но начнем По порядку Итак Темная энергия Которая Теперь мы знаем Что скорее всего Это та самая пустота Которая Ничего из себя Не представляет Придумал Темную энергию Давным-давно Альберт Эйнштейн Причем придумал Просто потому Что у него там Расчеты не сходились Он выводил Пытался Строить космологические модели На основании Своей общей теории Относительности Они у него Все нестабильные получались А он вообще не любил такого Он вообще вот крайне Вот на самом деле Консерватор был Вообще все физики Они такие Он такой был С Бором спорил Они там ругались страшно Не нравился Квантовая механика Например ему не нравилась Ровно потому Что она такая вся какая-то Вот какая-то как кисель непонятная Вот что-то Вот и Вселенная у него Такая же получалась Не прыгался Утро не задалось Да Нет Вселенная Он хотел чтобы Вселенная Значит тут вот так Здесь так Три метра пройдешь Уткнешься в солнце Но так не получалось Из всех моделей Получалось что Вселенная Должна быть нестабильна Ему это крайне не нравилось И чтобы это исправить Он ввел космологическую Постоянную лямбда Чисто как математический прием Для того чтобы убрать Вот это вот Какое-то непонятное дергание И он не считал Что у него нет Никакого физического смысла Потом когда было доказано Что Вселенная расширяется Необходимость в этой Константе отпала Потому что Ну стало понятно Что там не так со Вселенной Она расширяется Поэтому нестабильно Поэтому отсюда берутся Все вот эти вот Дергания Вселенной И Эйнштейн говорил Что вот как же я Вот запрещенный прием применил Использовал эту константу Это моя самая большая Научная ошибка Считал Эйнштейн И очень на себя досадовал Но потом выяснилось Что вовсе даже и не так Что вот так вот Введя ее В теорию Он ее предсказал Это говорит о том Что теория скорее всего правильная Ну то есть не скорее всего Точно Что она прям вот Не сходилась без этого параметра Который и есть Та самая загадочная Темная энергия Что же это такое Формально Формально можно сказать Что темная Вселенная Что мы знаем про нее Мы знаем еще меньше Чем про темную материю Точно мы знаем Что она по Вселенной Разлита равномерно То есть если темная материя Это как кисель с комками То есть вот Ее больше где-то В скоплениях галактик И в других местах Вот мы на нее налипаем Все наши обычные материи Такой кисель Или каша манная С комками Это темная энергия Комочки Да комочки Вот этой вот сгустки То темная материя Это ровно размазанное Масло по бутерброду А как мы это знаем Почему мы решили Что это так То есть здесь ошибки Никакой нет Плоским слоем Мы это все решили Мы ее не видим Это все исходит Из наблюдений Из математических Описаний мира Это моделирование Моделирование Условно мы понимаем Что должна быть Некая такая Вот равномерно Размазанная Сила Или поле Или нечто Тут надо очень осторожно Говорить Потому что мы не знаем Природы темной материи Которая собственно Удерживает Вселенную И более того Благодаря которой Эта Вселенная Собственно говоря Расширялась Грубо говоря Можно сказать Что темная энергия Суть антигрессии Антигравитация То есть она испытывает Антигравитацию То есть Что получается Если мы берем Большой взрыв Вспоминаем Что нас все Раскидало 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 В разные стороны И Вселенная Должна умереть В тепловой смерти Когда-то Ну или Она должна равномерно Как-то расширяться А мы видим Несколько другое Расширение продолжается Да Должно продолжаться А потом оно должно Закончиться Потому что Массы будут Они разлетятся Далеко друг от друга И Перестанут взаимодействовать И все это Как водичка такая Если налить на поверхность Она в луже В ямке сольется И все Движение прекратится Тепловая Смерть вселенной Должна быть И его скорость Соответственно Должна со временем Расширение Этого замедляться Ну Ну так выходит Если бы все было нормально И не было бы этой темной энергии А мы видим Из-за этого тоже Дали Нобелевскую премию Что она расширяется Не просто продолжает расширяться А еще и с ускорением Она ускоренно расширяется То есть что-то Как будто расталкивает Эти частицы Которые все дальше И дальше отлетают Значит должны меньше Вроде бы взаимодействовать И это та самая Темная энергия То есть которая Суть как бы Действует как антигравитация Заставляет вселенную Противофаза Ну условно Заставляет Наполняющую вселенную материю Расталкиваться И расширяться 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 И основной кандидат Это та самая пустота Вакуум Что это именно он Он и его отрицательное давление То есть получается Там законы физики работают Везде работают законы физики Везде отрицательное Только отрицательное давление Обычно давление оно положительное А у вакуума считается Отрицательное давление И вот поэтому Она проявляется Как антигравитация Которая Откуда мы это знаем А знаем Кажется Вот что-то придумывали Вот не шиша подобного Сразу твою реплику О том что везде законы А за горизонтом событий Где твои законы физики А за горизонтом событий Смысла не имеет вопроса Откуда мы это знаем По идее Чем больше расширяется вселенная Значит ее плотность Должна падать со временем Ну правильно Это же мы точно знаем Что если Что-то мы разжмем В маленьком объеме Плотность большая Если мы начнем туда дуть Она будет расширяться Плотность маленькая Анна нет Плотность вселенной Не меняется Как такое может быть? Это же вопреки Физическим законам Это не вопреки Это благодаря Физическим законам Которые мы еще пока Не открыли Но понимаем Что они прячутся вот там Они прячутся в вакууме Я обожаю физиков Не вопреки А благодаря Которые мы открыли Конечно Это наоборот Это повод попросить Еще денег У правительства На изучение Этой темной энергии Чистое назад в будущее То есть вообще Как вообще рождаются Часто новые прорывы Это очень частый путь в физике Как появляются новые прорывы Вот физики думают Думают Видят окружающие их события И что-то такое придумывают Почему это происходит Ну например Не знаю Теологию Это опасная тема Но придумывают Это опасная тема Ну например Они придумывают Что вот ведут себя так Например планеты Потому что есть какой-нибудь эфир Заполняющий пространство Все более или менее Это удовлетворяет их объяснениям И они успокаиваются Но Если теория верна У нее она должна Удовлетворять двум условиям Первое Не должно быть того Что выходит за рамки Этой теории И второе У нее должна быть Предсказательная сила То есть мы что-то говорим Вот мы считаем Что наша теория предсказывает То-то А ну-ка проверим Проверяем экспериментально Нет Что-то совершенно не то Все Отбрасываем теорию Подходит Значит рассматриваем И физики так и делаются Открытия Придумывается некая теория Физики сидят Почивают на лаврах А потом начинается То одна группа Находит что-то Что не укладывается То другая То третья Мы понимаем Что Ребята Что-то не так С теорией Нужна новая Соответственно То же самое Произошло и здесь Мы придумали Эту космологическую модель Мы смотрели Но у нас постоянно Хвосты какие-то вылезали То плотность Какая-то совершенно ненормальная Должна уменьшаться А не уменьшается То что-то не так С движением вселенной Должна замедлять Ускорение Расширение Она ускоряется Она ускоряется И все это говорит о том Что мы чего-то не знаем И вот мы считаем Что это темная энергия Которая составляет Немалую часть Этой самой О темной энергии О темной материи Мы продолжим Наш разговор И к чему собственно Ученые физики Приходят В этой непростой Крайне непростой ситуации В оставшиеся 5 минут Сегодняшнего Большого ежедневника Поговорим с Полиной Киценко Ирина Якутенко Биолог Научный журналист У нас в студии 10.55 Темная материя Темная материя Темная энергия Ну что мы наверное Чтобы не забыть Объявим имя победителя Кому достанутся Две книги Естественная наука В комиксах Физика И алгебра Автор Ларри Гоник Правильно ответил на вопрос У нас есть Один Единственный Правильный ответ И дал его Анатолий Изначальной целью Поиска Было Поиск распада Протона Правильно? Да Все совершенно правильно Изначально Гигантский детектор Строился для того Чтобы определить Распадается ли протон И определить время Распада протона Удивительно Что всего один ответ Правильно Вот это Да Мне тоже удивительно На самом деле Это до сих пор Неизвестно Распадается ли протон Потому что физики Вовремя переключились На поиски нейтрина Они поняли Что что-то с протоном Не получается Но детектор Как раз подходил А тем более Он был гигантский Огромный Жалко Построили зря И они быстро Переключились на нейтрино И получили Нобелевскую премию Но Как-то так Они быстро А постулировали Что мы сейчас найдем Как протон Распадается Ну давай Завершаем Наш сегодняшний разговор О темной материи Да Завершаем Итак Что мы знаем сегодня Сегодня мы знаем Что мы живем в мире На 95% Состоящим Незнамо Из чего Часть из этого Незнамо чего Это темная материя Которая представляет Из себя Манную кашу С комками То есть она распределена По вселенной Неравномерно Местами сгустки Где-то Сгустки там побольше Где-то пореже На эти комки Насажена Как бы Обычная материя То есть мы Группируемся Вокруг Условно говоря Темной материи Это приблизительно Еще 23% Всей массы вселенной Оставшиеся Приходится На темную энергию Которая похожа На бутерброд с маслом Ну точнее на масло Которая размазана Равномерно по вселенной И отвечает за то Что вселенная Ведет себя так Как ведет И скорее всего Она спряталась Где-то в вакууме И работает как Антигравитация Темная энергия Я уже упоминала В самом начале Что из-за нее физики Готовы друг с другом Передраться Физики Которые занимаются Общей теорией Относительностью И космологией Потому что Одни говорят Из наших расчетов Говорят физики Которые занимаются Общей теорией Относительностью И квантовой механикой Говорят Что значение Космологической Космологической Плотности Вселенной Должна быть Приблизительно 10 106 грамм На сантиметр кубический Это колоссальная цифра Ее невозможно представить 106 А измерения говорят Что приблизительно На 120 порядков Меньше Как сказал Один из ведущих Физиков Сейчас Ли Смолин Что это худшее Предсказание Сделанное Когда-либо Научной теорией Расхождение В 120 порядков С наблюдаемыми Показателями То есть Две основные теории Из-за этой темной материи Бутерброда с маслом Никак не хотят Приходить в соответствие Они противоречат Друг другу На 120 порядков То есть Ситуация физики С одной стороны Очень печальная А с другой стороны Крайне интересная Должна появиться Третья сила Слушай Только хочу сказать Все же совсем не так Третья сила Должна появиться Что-то Что все это Сведет воедино И объяснит нам Почему мир устроен Так как устроен Поэтому бросайте все Идите в физику Может быть Следующая Нобелевская премия Достанется Именно вам Спасибо тебе огромное Ирина Якутенко Биолог Научный журналист Выпускающий Редактор агентства ТАСС Наука Была у нас сегодня В большом ежедневнике На первом гуманитарном радио